Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение посланий к кремлинам, третья глава. В первых главах апостол Павел говорит о виновности всего человечества перед Богом. Он сначала перечисляет многочисленные грехи язычества, а затем обращается к своим соплеменникам, призывая их не осуждать их окружение и в то же время указывая на то, что и они виновны перед Богом. И, естественно, такая позиция вряд ли могла бы встретить понимание у соплеменников апостола Павла, у иудеев, но он идет еще дальше. Он говорит о том, что человек, если он соблюдает закон, может осудить иудея, который состоит в завете с Богом, если тот завета не соблюдает, если тот нарушает закон, если его жизнь противна ему. Таким образом, он говорит о нравственном преимуществе иудеев перед язычниками. И, конечно, такая мысль могла шокирующе звучать для тех, кому писал апостол Павел, по крайней мере, для части его аудитории, той части римской церкви, которая была связана с иудеей и христианством. По сути, апостол Павел говорит о том, что Бог уравнивает и евреев, и язычников, для него лишь важно нравственное состояние человека, а не его принадлежность завету. Еще раз отметим, что такая мысль для сомнений и евреев, апостола Павла, звучала не только шокирующе, но, конечно, никто бы с ней не согласился. По одной простой причине. Дело в том, что завет, он ставил евреев в особые, уникальные отношения с Богом. Только они имели с ним узаконенные отношения. Договор. В этом договоре язычники никак не были обозначены, поэтому хороший или плохой язычник, на самом деле, ни для какого одного еврея не имело никакого значения, потому что, собственно говоря, в этом договоре, в этих отношениях с Богом, которые он сам установил для своего народа, язычники нечисленных. Им их, грубо говоря, там не стояло. И поэтому, конечно, уже эти первые главы, первая часть вступления в послание к римлянам могло бы отторгнуть потенциальных читателей от последующего ознакомления с текстом данного послания. Поэтому апостол Павел вынужден прояснить свою позицию. Он должен оставить акценты для того, чтобы не быть заранее отторгнутым. И он пишет. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? И соглашается. Смотрите, великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, чтобы им верено Слово Божие. Действительно, Писание является неотъемлемым достоянием еврейского народа, и для апостола Павла оно сохраняет свою актуальность. А Писание – это предначертание Божие, это план, в соответствии с которым он осуществляет свой замысел. Поэтому апостол Павел неоднократно обращается к Писанию, подтверждая те или иные, возможно, малоприемлемые и недостаточно, может быть, с точки зрения его оппонентов, аргументированные. Его положение. Мы с вами это увидим. Именно тогда, когда апостол понимает, что, может быть, его логика недостаточно убедительна, и его мысль может быть отринута, он вводит Писание как этот последний аргумент, как Божий план, как то, что определяется авторитетом самого Бога. И в то же время он напоминает о том, что это преимущество, которым обладали евреи на протяжении священной истории, оно очень часто было ими не востребовано. Более того, они добровольно от него отказывались, предавая своего Бога. И что же, если некоторые неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты правден в словах твоих и победишь в суде твоем. Другими словами, договор заключается между двумя сторонами. Если одна из сторон не соблюдает его требования, то, по сути своей, договор может быть признан аннулированным. Он перестает быть действительным. Но апостол настаивает, что в случае Бога и его договора с людьми это не так. Бог верен, хотя всякий человек лжив, говорит апостол Павел. И человеческая неверность, она не упразднит верность Божию. Ну, на этом, собственно, и строится наше отношение с Богом. Мы понимаем, что, да, мы можем оступаться, можем изменять, но, тем не менее, мы рассчитываем на то, что Бог нас все равно примет, как своих блудных детей, что Он нас не отвергнет, что Он сохранит те обязательства, с которыми связан Его завет. Если же наша неправда открывает правду Божию, что же скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет свой гнев? Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо что, если верность Божия возвышает мою неверность к славе Божией? За что еще и меня осуждать, как грешника? Не делает ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых. Здесь апостол Павел в словах, которые, может быть, несколько трудно воспринимаются на слух, да, может, и переведены не совсем удачно у нас и на дальнем переводе, он обращается к тому, о чем уже у нас была речь. Дело в том, что, конечно, причина написания послания к римлянам связана не просто с тем, что он решил ознакомить столичную церковь в преддверии своего визита с основными положениями, с ключевыми темами своего богословия. Апостол Павел знает, что, собственно говоря, его взгляды уже известны в римской церкви, что, хотя сам он еще не был в Риме, тем не менее, содержание его проповеди уже давным-давно дошло до нее. Но в то же время по отношению к апостолу Павлу существовала оппозиция. Его понимание, оправдание, о котором мы сейчас еще будем говорить дальше, оно иногда не встречало понимания, поскольку апостол Павел говорит о том, что Бог оправдывает нечестивого человека, оправдывает грешника без всяких заслуг, без всяких потуг с его стороны. И получается так, что Бог действительно являет свою славу, являет свою милость, являет свое все прощение, и его оппоненты, они на это говорили, ну что ж, тогда будем продолжать грешить, что Бог и дальше являл бы свою милость. Если грех остается безнаказанным, если со стороны Бога он не встречает никакого наказания, гнева, значит, можно безбоязненно грешить ничего, не опасаясь. Верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией. Но не вступая в полемику и не пытаясь в данном случае, сколько мне нужно подробно ответить, апостол Павел говорит о том, что его так злословят, вот будто мы так учим правдин суд на таковых. Ну, собственно говоря, причина, по которой апостол Павел не пытается в данном случае защитить себя, является то, что весь последующий текст послания, он по сути своей является ответом на то, каким образом апостола искажали в Среди Римской Церкви. И, собственно, поэтому и он пишет это послание, поэтому он хочет изложить то, как он в действительности мыслит. И здесь он обратно возвращается к тому вопросу, с которого начал, к вопросу о преимуществах. Существует ли преимущество у евреев по отношению к остальным народам? И говорит, нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Итак, отправная точка – это равенство всех перед грехом. Все люди грешат без исключений. Это неважно, какому народу люди принадлежат, где они находятся, есть у них закон, нет у них закона, все равно они так иначе отступают. И для того, чтобы опровергнуть возможные возражения, апостол Павел как раз здесь и прибегает к Писанию. И вот дальнейший шквал цитат, он призван как раз тому, чтобы все возможные контраргументы уничтожить, чтобы ему здесь уже никто не мог возразить. Итак, апостол Павел здесь цитирует Ветхий Завет, прежде всего, книгу пророка Исаии. Как написано, 10 стих, «Их нет праведного, ни одного нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились в пути до одного негодный, не делающих добро, нет ни одного, в гортанях открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспитов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры, на пролитие крови, разрушение пагубы на путях их, они знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их». Итак, вот этот набор цитат, он показывает такое бесперспективное, неприглядное положение людей, вот, все греха, грех как бы разлит в своих различных проявлениях, он как бы накрыл все человечество. И апостол Павел говорит, что закон не является выходом из этой ситуации, он не сообщает в данном случае евреям никаких преимуществ, ибо мы знаем, пишет он, что закон, если что говорит, говорит состоящий под законом, так что заграждается всякий уста, весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается, перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Так, закон не дает выхода из ситуации этой тотальной всеобщей виновности. Почему? Потому что цель закона не в том, чтобы человека сделать праведным. Закон, как мы уже говорили с вами в видении, по мысли апостола Павла лишь идентифицирует грех, он указывает на него, он говорит, что именно является грехом или правонарушением, но это, в основном, уголовный кодекс, наличие уголовного кодекса не делает людей лучше, оно не избавляет никого от преступлений, люди продолжают совершать преступления при наличии уголовного кодекса, и он только может кодифицировать эти преступления, указать на их степень и тяжесть. Есть ли выход из этой ситуации? Возможно ли он? Ныне, апостол говорит в 21 стих, независимо от закона явилась правда или праведность Божия, о которой средствует закон и пророки. «Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Итак, другими словами, праведность Божия распространяется на все человечество, и доступ к ней обеспечивается не законом, а верой, поскольку вера, она возможна и доступна для всех без какого-либо исключения. «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати его через искупление, которое во Христе и Иисусе». Итак, апостол Павел грех связывает как раз с отсутствием славы Божией. Как уже была речь у нас в о видении, и мы еще к этому вернемся, прежде всего анализируем впоследствии восьмой главу, слава Божия — это конечная точка, слава Божия — это итог спасения, вступление в ту славу Божию, в которой находится уже Иисус Христос. И цель прихода Христа — это вернуть человечество в славу Божию, ту славу, которую это человечество, все, что человек изначально имел до грехопадения, и от которой он отпал. Тем самым апостол Павел говорит о том, что Иисус Христос, он не просто прощает людей своей смертью, а он исправляет последствия грехопадения. И эта тема еще неоднократно будет им развита, прежде всего, как мы с вами видим, в пятой главе. Ну а пока он говорит об оправдании. Оправдание — это снятие вины. То есть человек на суде оправдан, признан невиновным. И невиновным перед Богом человека делают не его личные достижения, не отсутствие греха в его жизни, а то, что для него и ради него сделал Христос. Он искупил нас. Бог предложил его в жертву и милостивление в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде. Во благотерпение Божие к показанию правды его в настоящее время доявится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. Итак, мы здесь подошли к очень непростому пониманию правды или праведности Божией. Она действительно многогранна, и, собственно говоря, спор об оправдании явился ключевым в XVI веке при возникновении реформации. Поэтому понимание оправдания, оно до сих пор во многом зависит от конфессиональной принадлежности тех или иных христианских комментаторов. Мы, конечно, не вдаваясь в подробности, отметим с вами лишь некоторые ключевые понятия. Прежде всего, Бог является праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. Казалось бы, праведность Божия у нас не вызывает сомнений. Никто из нас не стал бы оспаривать это. Это самоочевидно. Но заметим с вами, что речь идет о том, что Бог оправдывает грешника. Представим себе, если судья оправдывает человека, который, очевидно, сделал преступление, мы бы, несомненно, назвали такого судью неправедным. Его деяния обозначили бы точно так же. Поэтому здесь как раз парадокс мысли апостола Павла. Он говорит о праведности Божией, которая выражается именно в том, что он оправдывает нечестиво. Это происходит совершенно необычным образом. Бог не просто закрывает глаза на человеческие пороки преступления. Он не просто списывает все грехи. Он посылает на смерть своего единственного сына. И для нас слово жертва является знакомым. Мы обычно говорим именно так, говоря о Гологофской смерти. Но в то же время, конечно, мы понимаем, что происходит осмысление апостолом Павлом того, что происходит на кресте. И в частности, он говорит не просто о жертве, а о жертве умилостивления в крови его. Умилостивление греческое ластерин это крышка ковчега завета, которая находилась в той части храма, именуемой святая святых, в которую первосвященник мог зайти лишь однажды в год в праздник День Искупления Йом-Кипур и окропил пространство этой самой святой части храма, которая олицетворяла присутствие Божия крови одного из жертвных козлов. Этот праздник являлся кульминацией прощения, искупления годового, и об этом была у нас речь при анализе посланий к евреям. Так вот, здесь апостол Павел точно так же использует эту символику, подчеркивая именно, что прощение оно не бывает без крови, и кровь Христа она действительно становится жертвой и дает прощение грехов. Итак, Христос нас оправдывает, то есть мы получаем праведность, и нам уже не вменены прошлые грехи, но праведность это не только такое юридическое событие, это не только лишь правовой акт, но, как мы с вами видим, апостол Павел дальше говорит о достижении конкретной праведности благодаря тому, что человеку сообщается Святой Дух, но об этом речь впереди, Павел об этом скажет восьмой главе, а мы с вами пока посмотрим, что же он пишет здесь, рассматривая это очень важное, это ключевое понятие. Он говорит о том, что такая ситуация, когда человек оправдывается не благодаря своим каким-то личным достижением или усилием, а благодаря тому, что совершено Христом, то есть Богом, для нас она нивелирует закон. Где же то, чем было хвалиться, уничтожено, каким законом, законом дел, нет, но законом веры. Мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Итак, мы видим причину такого подхода. Действительно, дела, какие бы это они ни были, они всегда являются источником похвалы. Нам с вами это хорошо известно. Тщеславие, оно всегда сопутствует нам. Как только мы что-то делаем, положительное, хорошее, доброе, как только что-то у нас получается, выходит, тщеславие тут как тут. Оно тут же постерегает нас, и мы начинаем себя превозносить, начинаем себя хвалить, и нередко даже ставим себя выше окружающих нас людей. Вот апостол Павел говорит, что Бог выбирает тут путь спасения, который заведомо исключает любую человеческую похвалу. Он как бы делает все за людей. Для чего? А для того, чтобы человек уже, если и хвалился, то хвалился только Богом, своим создателем, промыслителем и спасителем. Неужели, дальше продолжает апостол Павел, Бог есть только Бог иудеев, а не язычников, ведь Бог создал всех людей, а в этом нет никаких сомнений, никакой иудей с этим бы не стал бы спорить, и, конечно, язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере, не обрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон веры, никак, но закон утверждаем. И здесь апостолу Павел в качестве заключительного аккорда приводит положение, которое, казалось бы, противоречит тому, что он только что сказал, да, путь спасения через веру один, как для иудеев, так и язычников. Но, хотя он и говорит о том, что закон по сути своей тем самым уничтожен, в то же время он говорит о том, что мы закон утверждаем. Как так? Почему? А потому что на самом-то деле благодаря вере стало возможно достичь того, до чего закон до этого дойти не мог. Он не способен было человека довести до такой праведности. Он не мог ему дать того, что дает вера, поскольку закон никого не оправдывал, поскольку он лишь осуждал человека, он делал его виновным. И таким образом закон в этом смысле он в том пути спасения, которым говорит апостол Павел, получает свое осуществление и завершение то, на что не был способен закон, дается теперь верующим в Иисуса Христа. безielt с а - Продолжение следует...